Но вернемся к нашему путешествию. Всю ночь на 1 марта ураган так и ревел и рвал нашу палатку, расширяя щели между полосами войлока. Утром в палатке протянулись по направлению ветра длинные хвосты из мелкой снежной пыли, точно хвосты комет. Один проложил себе путь прямо через мое изголовье. Спал я, однако, как медведь в берлоге. Пусть себе там метет и крутит сколько угодно. Мы простояли в Дараут-Кургане, так как буран продолжал свирепствовать. Западный ветер взрывал вокруг нашей юрты густые облака снега, мелкого как мука, и, несмотря на то, что палатку прикрыли войлоками, обвязали веревками и укрепили шестами, угрожал снести самую палатку. 2 марта мы дошли до зимнего кишлака Гунды, но предварительно из предосторожности послали бывалых людей проложить и утоптать нам новую тропу через сугробы, так как старую совсем замело. Мы держались как можно ближе к южному склону Алайского хребта, идя вдоль него. Тут снег местами уже посмело. В Гунды с нами приключилось несчастье. Мы только что пришли в кишлак, разбили юрту, поставили постель, разместили ящики и часть более хрупкого и ценного багажа, как вдруг Рихимбай нечаянно толкнул ртутный барометр, да так, что стеклянная трубка разлетелась в дребезги, и серебристые шарики ртути раскатились по коврам. «Драгоценный, хрупкий прибор, который я добросовестно проверял по три раза в день, пеленал и нянчил, как грудного младенца, стал теперь никуда не годным. Хоть брось. Рихимбай остолбенел. Но так как он, собственно, был не виноват, то я ограничился легким выговором. Да и что толку было бы бронить его? Барометра этим не починишь». Пришлось с тех пор обходиться тремя анироидами и гипсотермометром. В утешении мне люди устроили вечером концерт. Один из киргизов уселся посреди моей юрты и сыграл на кобусе – трехструнном инструменте. Струны перебираются пальцами. Музыка эта уныла и монотонна, но полна чувства и чисто азиатского настроения, так что я охотно прислушивался, особенно когда к ней присоединялся аккомпанемент завывания бури и треск огня. Сколько раз за эти долгие годы предстояло мне еще прислушиваться к звукам этого примитивного струнного инструмента. Сколько темных, одиноких вечеров предстояло скоротать, слушая непритязательную музыку. Я скоро привык к ней, и она доставляла мне такое же наслаждение, как туземцам. Любил я ее потому, что под эти звуки так сладко мечталось о родине, а хорошо иногда всласть потасковать о родине. Много раз убаюкивали меня на ночь эти ракочащие струны, аккомпанируя какой-нибудь азиатской песне. Третье марта. Совершенно тихо. Небо все в облаках. Вершины Заалайского хребта мелькают чудесными серыми, белыми и светло-голубыми оттенками. Спустя два часа мы достигли небольшого кислока Кызыл-Ункура, а еще два часа спустя – маленького перевала Гасса, расположенного в южных отрогах Алая. На протяжении всего пути до Кашкасу Кызыл-Су течет вдоль подножья Алайского хребта далеко от Заалайского. Мы ехали вдоль правого берега реки, который вообще резко очерчен. Течение здесь очень быстрое и сосредоточенное в один поток, извивающийся между красными песчаными отмелями и конгломератовыми ложбинами, бока которых круто спускаются к реке и местами промыты ею. Затем мы снова удалились от Кызыл-Су. Чем дальше мы подвигались к востоку, тем глубже становился снег. Последний буран замел тропу и намел такие сугробы, что весь день нам приходилось пускать вперед четырех верблюдов, чтобы они протоптали дорожку. По их следам медленно и тяжело подвигались лошади. Ветер налетал порывами и окутывал караван непроницаемым облаком снежной пыли. Так мы добрались до мелководного ручейка Кашкасу. По ту сторону его лежал аул, такого же названия. Чтобы попасть туда, пришлось перебраться через ручей по мосту из льда и снега. Там была приготовлена для нас необычайно удобная юрта, с коврами не только на полу, но и кругом по стенам. Посреди юрты весело пылал огонь. Искры и маленькие уголья так и скакали кругом. И одному из киргизов приходилось все время наблюдать, чтобы они где-нибудь не прожгли ковров. 4 марта Весь день шел снег. Всю окрестность заволок густой туман. Все было бело кругом. Небо и земля сливались. Единственной точкой опоры для глаза была темная линия каравана, голова которого казалась уже серовато-белой и исчезала в тумане. Впереди нас шли два верблюда. Ехавшие на них проводники отыскивали наиболее твердый слой снега и поэтому ехали, виляя из стороны в сторону, по холмистой местности. Снег был так глубок, что верблюды часто неожиданно проваливались в него почти по уши, и тогда приходилось выбирать другое направление. Лошади шли по следам верблюдов, волоча по снегу в юки и стремена. Молчаливо и тяжело тащился наш караван. Наконец, на холме показалась юрта, похожая на черную точку среди этого безграничного белого снежного океана. Рядом суетились люди, разбивая другую юрту. Нам оставалось пройти до них только 120 метров, но дорога шла по оврагу со снегом в 2-3 метра глубины, и мы бились больше часу, чтобы благополучно провести наших вьючных лошадей. Первая же лошадь провалилась в рыхлый снег и буквально чуть не утонула. Люди с трудом высвободили ее вьюг и ее самое. Потом они попытались разгрести снег на обе стороны и прочистить дорожку, но снег лежал так глубоко, что до почвы не достать было. Наконец, киргизы нашли исход. Взяли войлока от юрты, расстелили их по снегу и по этой войлочной дорожке провели гуськом лошадей. Пройденные полосы войлока перекладывались вперед, и после неимоверной возни и хлопот удалось таки вывести весь караван на твердую почву. Тракт этот назывался Джиптык, но аул того же названия расположен в трех верстах, и две юрты для нас были доставлены оттуда на наш счет. Привал наш вышел пренеприятным. Топлива было мало, да и то отсырелое, и палатка наполнилась едким дымом. Перед юртой громоздились высокие сугробы. Пятое марта. Ночь была холодная. Минимальный термометр показал минус 20,5 градусов. В 8 часов утра температура в юрте около моего изголовья равнялась минус 10 градусов. Все, что было в юрте – консервы, молочный экстракт, чернила – замерзло. А там снаружи стояли, понурив голову, лошади и били копытами о снег, хрустевший от мороза. Погода была тихая. Около 11 часов утра проглянуло солнце. Туман рассеялся, и открылась величественная Альпийская страна – Заалайский хребет. Там и сям еще виднелись легкие прозрачные клочки тумана. Временами показывалась и гора Кауфмана – 7000 метров, блестящая серебром пирамидальная вершина которой, по-видимому, однако мало превосходила высотою своих соседок. Мы ждали партию верховых киргизов, которые должны были прибыть из Арчаг-Булака, чтобы расчистить путь. Но так как о них не было ни слуха, ни духа, то наш друг Эмин отправился на разведки. Забавно было смотреть, как он плелся себе потихоньку по сугробам на своем заиндивевшем коне, из ноздрей и от боков которого валил пар. Спустя полтора часа он превратился в точку, черневшую на бесконечном белом поле. Из снега торчали только голова лошади да всадник. Часа через три он вернулся с вестью, что проезда нет, снегу навалило в метр вышины, и лошадь проваливалась много раз. Посоветовались и решили, что Эмин и Рихимбай отправятся в поселок Джиптык за помощью. Мы же остались в лагере, буквально засыпанные снегом со всех сторон. Наконец, на севере у подошвы Алая показалась длинная вереница верховых лошадей и верблюдов, которые везли нам сено и топливо. Киргизы посоветовали нам не трогаться с места до следующего утра. Утром 6 марта мы снарядились точно в настоящий поход. Еще задолго до восхода солнца четыре киргиза на верблюдах отправились прокладывать для нас дорогу через сугробы. Киргизы сообщили, что могло быть и еще хуже, чем было. Иногда снегу наваливают в уровень с юртами. Тогда, чтобы поддержать сообщения между аулами, пускают в ход домашних яков. Последние служат как бы плугами. Пропахивают рогами в снегу тоннели и узкие борозды. А по ним уже и проходят киргизы. Теперь предстояло перейти к Изылсу. А это было далеко не легко. Река была почти вся покрыта льдом. Только посередине быстро текла полоса воды шириною метров в десять. На льду лежал глубокий снег, края которого были сильно подмыты водою. А последняя была здесь очень глубока. Испытываешь крайне неприятное ощущение, когда лошадь останавливается на краю льда, готовясь сделать скачок в реку. Так легко ей поскользнуться и сорваться. Тогда придется основательно искупаться. А при такой погоде это не только неприятно, но и опасно, так как весь укутан в тяжелые толстые шубы, стесняющие движения. Когда же очутишься благополучно в воде, голова кружится, вода так и бежит и кипит около лошади. И стоит взять чуть в сторону от брода, легко можно попасть на глубокое место, где лошадь потеряет опору под ногами и течение унесет ее. Такие случаи весьма обыкновенны здесь в летнее время. Кызыл-Су осталось влево, а мы отправились посередине долины к склону Зоалайского хребта. Местность была здесь очень неудобная для перехода. Из земли били многочисленные источники. Некоторые из них были покрыты ледяною корою. Другие, там где температура была повыше, только салом, представлявшим коварную мягкую поверхность, в которую лошади глубоко проваливались. По стуку лошадиных копыт слышалось, какая почва была скрыта под снегом. Глухой стук отмечал крепко замерзшую почву. Звонкий стук – плотный лед, а глухие раскатистые звуки, что мы едем по ледяному полю, образовывающему свод. Мало-помалу местность становилась все более пересеченной, и мы подвигались между низкими холмами. На юге за нами остался перевал Талдык. Снег становился все глубже. После десятичасового перехода мы сделали привал среди этого царства смерти и холода, где не видно ни былинки, ни следа жизни. Люди сгребли снег с низенького бугра и установили на нем багаж. Пара верблюдов, несших от джептыка нашу юрту, отстали, и нам пришлось дожидаться их с час. Тем временем мы развели огонь, вокруг которого и расположились тесным кружком, стараясь согреться чаем. Мороз стоял 26 градусов, снег так и хрустел под нами при малейшем движении. Поздно вечером была, наконец, разбита юрта. Я уже упоминал, что губернатор Ферганы приказал киргизам иметь для нас на готове юрту и топливо в тех местах, где нам предстояло делать привалы. То обстоятельство, что нас не ожидал такой прием здесь, около уртака, объяснялось с течением несчастных случайностей. Хаджа Минбаши, волосной старшина Учтепе, принадлежащего к Ошскому уезду, намеревался встретить меня лично и отправился через Алайский хребет. На перевале Аджулы, около Талдыка, его застег буран, преградивший ему путь и одновременно засыпавший сорок баранов. Только пастух спасся с трудом. Тогда Минбаши послал встретить меня шестерых из своих людей. Они бились девять дней, чтобы перебраться через засыпанный снегом перевал. Потеряли одну лошадь и принуждены были бросить и юрту, и топливо. Наконец, четверо из них добрались до Джиптыка, где и заняли юрту, и топливо у тамочных киргизов. Когда мы, наконец, встретили этих людей около Уртака, они очень беспокоились за участь двух потерянных товарищей. Да и из этих четверых у одного оказалась отмороженная нога, а другой был поражен снежной слепотой. Он в течение трех дней шел пешком, всматриваясь в снег, и переутомил глаза. Остальные защищали глаза бахромой из пучков конских волос, засунутых под шапку и спускающихся на лоб и глаза, или широким кожаным ремнем, в котором были прорезаны небольшие щелочки для глаз. Оба больные получили нужную помощь и уход, и дня через два оправились. Не скоро-то мы улеглись на отдых в эту ночь. Только в час утра в лагере, наконец, водворилась тишина. Термометр показывал минус тридцать два. Обыкновенно я спал один в юрте, так как иметь киргизов в близком соседстве не особенно приятно. Они не одни владеют своими шубами. Но холод – хорошее средство против неприятных гостей, на которых я намекаю. И в эту ночь у меня не хватило духа оставить людей на морозе. Набилось нас в юрту, как сельдей в бочонок, и все-таки температура в юрте понизилась к утру до минус двадцати четырех. На другое утро с потолка сыпались на нас ледяные иглы и сосульки. Минимальный термометр показал минус тридцать четыре с половиной градуса. Звезды никогда не горели таким дивным блеском, как на этот раз. Субтитры создавал DimaTorzok